Команда очень старалась, очень хотела выиграть. Было много, конечно, пожелания нас. Не дай по рикошет. В принципе, у меня есть претензия, к игрокам самоотдачи нет. Есть такие моменты, которые нюансы. Ничем нас опять не удивил, не переграл. Чуть поудачливее оказалось. Опыт игроков это еще ничего не значит, потому что по полю нужно двигаться. Поэтому по движению были поинтересны. Потому что футбол с троточками не играет. Футбол надо двигаться по движению, по третейской ряду. Все остальное вместе с трибуной видели, конечно. В футболе я не первый год, когда получаются такие непонятные решения судейства. Когда в одни и те же моменты с одной стороны фиксируются, с другой не фиксируются. Мне непонятно. Сейчас уже пенальтис-непенальтис там не дают такие моменты. Но так нельзя, конечно. В одной команде можно играть, в другой команде нельзя в футбол играть. Я этого не понимаю. Всем исполням его. И в правилах и не в правилах, там по правилам и не по правилам. Удерживается этот счет. Кроме того, что команда его удерживает. Всем пути, а еще и еще три человека удерживает. Четырый человек тяжелый. А так, чтобы чистую забить были моменты, там и Бичертаева не попал. Будем двигаться дальше, конечно. Пережить. Потому что я считаю, что он по игре ничего не уступил. Я еще говорю, кто-то где-то играл, все это давно уже забыло. Соперник там много мастеровит игроков, которые когда-то где-то что-то играли. Это уже все забыли. Поэтому я считаю, что те, кто у нас выросло, там Рахмановы, Захарова, ничего не уступает, а в свежести движения даже лучше. Пожалуйста, вместо игры с Кировом, Волгик. Нужна ли мы это? Сейчас еще и обсуждать. Волю кальдаря Кирова снялся. Значит, мы это пропускаем, будем тренироваться. Пару дня дождем, начнем тренироваться. Если что говорить. А каждая команда будет пропускать этот тур. Где Киров стоял, каждая команда будет пропускать. Поэтому, что здесь говорит. Я считаю, что если не хорошего, не плохого, будем работать, продолжать тренироваться. Я в этом случае не вижу такого. Каждая команда будет пропускать. Я думаю, что Киров понравился матч. Все время с Волгой. Такие напряженные матчи. Еще с тех времен, когда мы до 2-го и сегодняшний матч я подтвердил. Очень хорошо для нашей команды, что мы победили. Взяли три очка. Очень важных. То есть команда новая. И чисто в психологическом плане эта поддержка для нас была очень важна. Волга. То есть серьезный соперник. Всегда эта команда славилась бойцовскими качествами. Но приобретали справедливость с задачей и заслуживали сегодня, я думаю, победили. По первому тайму были хорошие моменты. Неверализовали. И надежно сыграли очень по бороле в практически в момент. Я не думаю, чтобы они первым таймом отражали. У нас были хорошие моменты и у Миши Маркина, и у Руслана Михайловича. То есть все равно острота впереди была по второму тайму. Чуть отдали уже в конце инициативу. То есть Волге надо было сравнивать счет. Но здесь все равно организованно сыграли таких острых моментов тоже. Скажем так, у наших ворот. Но не было. Были навалы, были подачи, но защитники, ребята, с ними справились. Вопрос. Легко ли было справиться с Волгой или с атакой? Были какие Волги? Ну, мы атаку Волги изучали. То есть здесь очень много длинных передач на обставном. И подборы они хорошо забирают мячей. Я считаю, что наши границы с этой задачей справились. Справились, и справились. Насколько это легко было сделать, как считаете? Да не легко. В футболе нет ничего легкого. То есть команда тренируется, команда играет. Мы сейчас получаем информацию, видео и всякое другое. Так что легко. Сейчас на данном этапе отграть никого невозможно. Все учились играть. Не обороняться, не обороняться, не обкрывать. И все команды достойны. Так что легкого в футболе ничего не бывает.